Всем привет! Сегодня к нам пришел маленький песец. У нас перемерзла канализация. Правда, она перемерзла чуть пораньше, где-то с месяц назад, а узнали мы только сегодня. Будем пытаться ее разморозить. Для этого я сделал вот такое приспособление. Кипятильник из провода. Получится, не получится. Сейчас будем посмотреть. Ревизия у меня для канализации находится под домом. Мы обнаружили, что здесь все замерзло как раз до ревизии. Ревизия открываю. Я залил здесь уже кипяточек, чтобы чуть-чуть было разморожено воды. Вот такая система получается у меня. И сейчас будем пытаться прогревать и просовывать. Кабель я просунул в ПНД трубу, чтобы создать немножко жесткости, чтобы можно было проталкивать канализационную трубу. Этот кабель, когда он будет потихоньку размораживать. Я не знаю, насколько промерзло. Думаю, метра на три, на четыре. Сейчас вот кто-то убирается. Дальше не идет. Сейчас попробуем подключить. Кабель я подключил. Сейчас посмотрю, что там происходит. Кабель пододвинули ко льду. И водичка там начинает потихоньку греться. Нужно продвинуть кабель как можно дальше. Если я отпущу его, он будет выскакивать. Это потребуется много времени. Но посмотрим, как оно получится. Вот так труба проходит. Вот. Что у нас там с кабелем? Смотрим. Водичка потихонечку бурлит, начинает закипать. И так будем продвигать потихоньку вниз. Так почему же замерзла канализация? Мой септик расположен в 19 метрах от дома. Канализационная труба длиной 20 метров до ревизии проложена соблюдением строительных норм для канализации. То есть труба имеет уклон не менее двух сантиметров на погонный метр, а то и более местами. Все сточные воды в такой канализации должны просто пролетать, не задерживаясь в септик. И обмерзание не должно происходить. Септик состоит из двух колодцев из железобетонных колец глубиной 2,7 метра и диаметром полтора и два метра. Каждый колодец разделен на две секции. Слив сточных вод происходит полутора метрометровый колодец. Там они отстаиваются и очищенная вода переливается во второй колодец, где происходит доочистка. Последнюю секцию, кроме сточных вод, происходит выкачка воды из дренажа вокруг дома. Там у меня по углам дома установлены четыре дренажных колодца, соединенных между собой. Из четвертой секции проложена труба под землей дренажный колодец за границей участка и дренажный насос по мере необходимости выкачивает туда воду. Насос довольно мощный 2,2 киловатта. Однако в начале декабря я обнаружил, что вся система работает, но насос выкачивает без остановки, накручивая электроэнергии на полтора мегаватт часа в месяц. Это для меня довольно дорого. Получается, что насос не справляется с выкачкой в переполненный дренажный колодец. Тогда я вывал слив из септика в дренажный колодец по воздуху, установив трубу на временные опоры, забитые в снег, чтобы труба имела большой уклон. Тогда выкачиваемая вода не будет останавливаться и замерзать в трубе. Но на новый год наступила оттепель. Одна из опор наклонилась и возникло провисание трубы. А затем ударили морозы за 20 градусов и спустя две недели мы обнаружили, что септик наш переполнен и вода выливается из колодца через крышку. Трубу мы быстренько разморозили и поставили заново. А вот канализацию не проверили. А зря. Уровень воды поднимался как раз до ревизии и там все благополучно перемерзло. Но обнаружили мы это только сейчас, когда вода начала выливаться через душевой трап. Вот здесь у меня труба выходит из земли и как вы видите она не полностью у меня утеплена и отсюда пошло замерзание. Прошел час, разморозили мы уже один метр практически. Потихоньку продвигаемся дальше. Посмотрим сколько у нас уйдет времени на полную разморозку. Конечно медленно, но ничего. Уже где-то вот здесь вот находится у нас труба. Точнее обогреватель здесь находится. И так потихоньку прогреваем. Прошло уже три часа. Пробуем продвинуть дальше. Вчерашний эксперимент удался не до конца. В течение примерно трех часов удалось разморозить только порядка двух метров. Дальше дело застопорилось. Труба дальше не проходила. Оставил подогрев на ночь. Сейчас мы посмотрим что же произошло за 15 часов практически. Разморозилась или не разморозилась наша труба. Труба чуть-чуть, наверное, разморозилась. Хотя, нет, так и стоит все. Все так и стоит. Ничего не удалось только. Странный очень. Здесь труба еле теплая. Подогревает слабенько. Наверное, даже практически и не подогревает ничего. Может быть, не проходит. Ладно, посмотрим что там дальше. Так, сегодня я сделал более мощную обогревательную установку. Провод накрутил один над другим на расстоянии 3 миллиметра приблизительно. И сейчас будем пробовать что у нас получится. Так не делайте, потому что это опасно. Вот, я уперся. Уперся. Хотелось разморозить как можно побыстрее. Но разморозить удалось только спустя сутки. Но все-таки удалось. Мы рады. Спасибо за просмотр. К сожалению, была одна ситуация, что ПНД труба дошла до следующего стыка. Уперлась и никак проходить дальше не хотела. Как я не пытался крутить ПНД трубу. Но она в стыке упиралась. Я не мог понять, что происходит. И, видимо, только из-за этого пришлось очень долго размораживать трубу. Самодельный кипятильник позволяет разморозить порядка полуметра трубы за час. Я потихоньку проходил дальше. И в течение трех часов я порядка двух метров разморозил трубы. А дальше все застопорилось. Застопилось как раз из-за того, что ПНД труба у меня уперлась в следующий стык канализационной трубы. И никак не хотела проходить дальше. Из-за этого мне пришлось просто сильнее прогревать канализационную трубу. Делать более мощный кипятильник. И долго-долго ждать, пока вода дальше прогреется и растопит лед. Но, к счастью, все-таки спустя сутки мучений мне это удалось сделать. Всем спасибо за просмотр.